Не просто запоминать параграфы, а пробовать, испытывать, изобретать. Глубже погрузиться в физику, химию, биологию и программирование может каждый курский школьник. Благодаря нацпроекту образования в технопарке Акванториум появились современные цифровые микроскопы и целые лаборатории, чтобы научное открытие можно было сделать в любом возрасте. Достаточно интересная экспозиция у нас получилась по физике. Мы представили такое направление, как Энерджи, это преобразование различных видов энергии. Это специализированная станция, на которой устанавливается эта машинка. Она ездит на водородных стиках, которые заряжаются при использовании генератора водорода. Меняется и инфраструктура курских учебных заведений. В этом году в регионе завершат капитальный ремонт 3, 13, 19 и 53 школ. К 55-летнему юбилею в 45-й появится пристройка к зданию для младшеклассников. Сама гимназия 63, которая принимала августовский педсовет, открылась в недворе 2023-го. Она отвечает всем современным требованиям и сделана по проекту «Школа Минпросвещения России». С января 2023 года в гимназии уже обучались дети с 1 по 7 класса, 609 человек. А вот 1 сентября в стенах нашей гимназии будет первым для наших ребят. Глава Курска поделился хорошей новостью. Вопрос дефицита кадров для городских школ сейчас не стоит. Педагогов хватает. У нас талантливые студенты, которые заканчивают наши профильные вузы в городе Курске. И уже сейчас занимаемся подбором кадров на будущий учебный год. На сегодняшний день сформирован контингент как обучающихся, так и преподавателей. На августовском педсовете наградили отличившихся работников образования. Им вручили памятные медали к 80-летию победы в Курской битве. А еще Игорь Куцак вручил сертификаты победителям грантового конкурса «Школьный музей». Пространство школ номер 7, 33 и 61 получили по 700 тысяч рублей на развитие. Это фотографии из семейного архива, которые нам предоставила семья Петра Алексеевича Михина. Это его награды. У нас там есть награды, когда он вообще был там пионером. Там 34-й год, 36-й, благодарственные письма. Когда он был комсомольцем. В общем, очень расширена экспозиция. Конечно, личные вещи. В новом учебном году в школу Курска придут 5700 первоклассников. И каждый из них сможет выбрать свой путь под руководством опытных, заботливых наставников, для которых 1 сентября – тоже особенный праздник. Анастасия Давыдова, Геннадий Воробьев. События дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!